Ангарская птицефабрика Небольшой, но ломится от вкусных Вот таких красивых овощей А ведь сам это главный вопрос, а как все это вырастить? Ну, Ань, для того, чтобы Это все вырастить Прежде всего, что надо? Нужны Хорошие семена Почему урожая у многих нет? Потому что, ну Взяли не то, что хотелось бы Рассчитывали на то, что Вот картинка красивая А то, что внутри, ну кто знает Поэтому сейчас, когда Все-таки закончился Дачный сезон О чем надо подумать? Надо подумать о следующем сезоне Прежде всего, надо подумать О хороших семенах И сегодня мы как раз о них поговорим Здравствуйте, уважаемые телезрители Это программа Академия на грядках Елена Сергеевна, расскажите Как выбрать Те самые семена? Потому что, да Мы вроде бы уже завершили дачные все дела Урожай собран, уже даже закатан Встает-то вопрос Семена на следующий год Ну, когда мы говорим о семенах Прежде всего, о чем мы должны говорить? Ну, многие считают Надо получить хороший урожай Это главное А я считаю, что это не главное Главное, чтобы Это было и вкусное И самое главное, чтобы это Эти растения у нас не болели Что значит растения болеют? Их без конца надо Чем-то обрабатывать Обрабатываем Значит, мы уже кушаем с вами Не экологически чистые Вот посмотрите Сейчас конец Октября Даже, я извиняюсь, уже ноябрь И посмотрите, какие у нас помидоры Вот Помидоры, которые сняты Ну, в конце сентября Ну, подождите, Елена Сергеевна Вы не купили, что ли, это все на рынке? Нет, мы не купили Вот это вот помидор Это сортовой помидор Это Болгария Это Болгария красная И посмотрите Месяц они у нас хранятся Обычно И вот, ты, Аня, посмотри Сколько вот здесь помидор у нас лежит Вот они, помидоры Да Во-первых, они какие крепенькие И черные И розовые Это что за сорт? Это черная сливка А черная сливка? Это черная сливка Вот у нас есть помидоры синдал Они здесь присутствуют? Ну, это вот Вот, типа, вот таких вот помидор Немножечко Это, ну, трудно сейчас сказать Здесь Много вот такие, может быть, это помидоры Но Они хранятся красными до Нового года Да вы что? Да Синдал Синдал Они и хорошо растут И дают хороший урожай Поэтому, когда мы с вами выбираем Семена Мы должны знать Все-таки У какой фирмы мы берем Какие семена себя хорошо показали Именно в этом году Ну, Ань, помимо Вот здесь Помимо томатов Здесь же еще целая корзина Вы посмотрите Я хочу перец показать Это, скорее всего, турбин А, это турбин Да Когда был снят он? Как долго он лежит? Ну, перцы мы снимали Ну, может, в начале октября И посмотри, они хранятся А вот этот вот перец Вот этот вот перец Это палерма Палерма Ань, помнишь, ты его пробовала? Я его пробовала Вот хотела сказать Потрясающий перец Это, во-первых, самый вкусный перец Самый урожайный Мы когда вот мы начинаем его употреблять в пищу Уже в конце июня, начало июля Это самый ранний перец Который начинает Сейчас у нас есть уже такие перцы И оранжевые, и желтые И когда мы снимали последние перцы С двух растений мы сняли три ведра Ух ты Да, вот представляешь, вот такие вот перцы Это палерма Наверное, мы поедем в палерма Да, очень прекрасный перец Советую, на самом деле, всем Сама пробовала Сладкий, сочный, вкусный И посмотрите, какой он интересный Его вот декоративный Да, вот это вот немножечко он замуж Все общение ровненькое, длинное Но какой самый главный овощ на нашем столе Это, конечно Конечно, наша любимая Наша любимая Это морковь Морковка В этом году, кто садил семена морковки Болеро, маэстро, сильвана И там Норвегия Вот все получили вот такую вот морковку Морковь только иностранной селекции Как бы нам не было обидно Как бы нам не хотелось иметь Семена своей моркови Пока их нет Ну, я рассчитываю, что сейчас большое значение Все-таки Импортозамещению Поэтому, может быть, мы все-таки Будем надеяться Но раньше, там, пяти лет У нас, конечно, своих нет Поэтому морковка пока у нас Только импортные семена Но, тем не менее, Елена Сергеевна Я хочу сказать, что выращена-то она на нашей Российской земле Поэтому мы Тут что говорить, да? Я думаю, все помнят морковь Которую мы показывали не так давно Вы помните? Ну, это же 40 сантиметров Моркови Да, да С нее можно было сделать три блюда, на самом деле Вот посмотри, Ань Кажется, вот этот вот овощ Свекла Свекла Что особенно ее вырастет? Нет, Елена Сергеевна Вот здесь не соглашусь Не каждому дано Но Это только хорошие семена Нет хороших семян Вы свеклы не вырастите Жалко, Аня Что у нас нет с тобой ножа И мы не можем ее разрезать Для того, чтобы показать, какая она внутри Она как черт Может быть, вот так вот щелкнем И у нас появится нож И мы ее разрежем Мы все-таки на телевидении Давай, Аня Ну что, Аня Сергеевна Как вы просили Вот, пожалуйста Ну, вот, Аня, посмотри Ведь самая качественная свекла Бывает когда? Когда там ни одного развода Да Вот это считается Самая качественная свекла Но Семена должны быть только качественные Вот это вот свекла Я, конечно, не могу сказать точно какая-то Но это или кострыл Или фалькон Или ронда Вот эти свеклы считаются Самые качественные Ну какая вот все-таки Из этих трех даже вам Вот вы делаете предпочтение? Очень сложно сказать Очень трудно Допустим Фалькон и кострыл Эти прекрасные свеклы И урожай дают И самая хорошая свекла Вы понимаете, она не очень большая Вот это самое Самое лучшее качество То, которое умеется У свеклы Но при этом она сладкая Конечно То есть я имею в виду, что все-таки Несмотря на то, что размеры небольшие Но ей Она набирает эти Сахар Вот чем меньше свекла Тем лучше ее качество Даже самая маленькая свекла Имеет очень высокое качество А когда свекла уже большая Перерастает Она уже непригодна для употребления Только вот такого размера свекла А как ее вырастить Мы с тобой уже об этом говорили Говорили не один раз Да Но вот, Елена Сергеевна Все-таки говоря сейчас о томатах Перцах, моркови Свекле и других овощах Вот надо сказать, что все равно меняется У вас постоянно на сортоиспытании находятся Овощи и овощные культуры Но тем не менее появляются новые Но есть и уже, так сказать Ну, болеро, например Ну, уже не первый год Ну, Аня, дело в том, что не первый год Но это все равно одна из новейших Нельзя стоять на одном месте Вот многие там мне говорят Вот какой-то сорт благовеста, верлюха Такие хорошие сорта До сих пор томатов выращивают Но это было 20 лет тому назад За 20 лет селекция настолько ушла вперед Вот ты только что показала черная где-то А вот Черная сливочка Да Пожалуйста Это сортоиспытание, это новейшее Вот возьми, вот перцевидное у нас Посмотри какие А как они хранятся прекрасно Болгария у нас всего там 2-3 года Болгария розовый Болгария красный Розовый дар Хамстед Это прекрасные сорта Но они же не болеют Вот это вот самое главное Чтобы их не обрабатывать Поэтому, конечно, сейчас уже есть и говорить Вот об этом сортотипах Это именно сорт С которого наши садоводы-любители В дальнейшем могут брать Семена 5-6 лет пройдет И все И идет вырождение И, конечно, не сравнить Допустим, что было 5-6 лет тому назад И сейчас Если бы ты знала Я виши нечистые Ты можешь попробовать Даже те же помидоры Насколько высокие вкусовые качества А я, Елена Сергеевна, вы так говорите Как будто не пробовала ваши помидоры Это же, ну что говорить Ну что говорить Ноябрь месяц А они сладкие, сочные И, знаете, вот какой-то удивительный вкус У осенних томатов Да, да Удивительный И мы даже Когда были В СИП-экспоцентре Вот Агропромышленная неделя К нам люди подходили У нас выставка Из помидор Из наших овощей Мы ее еще показывали И говорят Нам надо только Вот ваши Вот по вкусовым качествам Их не сродить Ни с одними помидорами И хранение И они хранятся Потому что не все хранятся И Понимаешь, у нас мы практически В этом году не выбросили Ни одного гнилого помидора Лена Сергеевна Что вы готовите из томатов? Вот в таком количестве Ну из томатов в таком количестве Что делать? В основном томатный сок Ну вот это Как-то Вот намек Вот намек Это Соленые помидоры Лена Сергеевна, я хочу сказать Что так, как солите помидоры Вы Я не знаю, кто еще Нет, ну видишь, Аня Маленькая баночка Вот я тебе что хочу сказать Вот раньше Мы солили в трехлитровых банках А сейчас Это людям не надо Открыл баночку, скушал Поэтому Видишь Там в основном какие? Сливка Поэтому Специальные помидоры Они не трескаются Это несмотря на то, что это горячая заливка Вот горячей заливкой мы заливаем И помидоры целенькие Ну это как мы с тобой говорим Да Вот эти вот все помидорчики Видишь какие? А какие, посмотри, они какие плотные И поэтому они очень хорошие Но я хочу сказать, что вот эти томаты Мне нравятся больше в засолке, чем вот такие Вот такие все-таки Они вот хороши в салаты, мне кажется Вот эти вот самые лучшие помидоры Сейчас ведь очень много вялят помидоры Да Вот это вот для вялки Аня, ну я удивляюсь, что ты не спрашиваешь Я, понимаете, я изошлась слюной Если честно Я смотрю на эту баночку с огурчиками И хочу спросить Вот про томаты мы поговорили Но ведь как мы любим огурцы, Елена Сергеевна А как вы их выращиваете? И какие у вас урожаи? Но вот здесь Я смотрю, что это, во-первых, какие-то маленькие огурчики А что за сорт это? Понимаешь, Аня, вот в этом году уже очень многие убедились Что если брать хорошие семена У нас же сегодня все-таки наша задача рассказать именно о семенах Да Если брать хорошие семена тех же огурцов Многие говорят, 5-6 кустов хватает Ну, мне кажется, там засолочные все Вот здесь разные сорта Самое главное Если даже вот огурец Иногда он там 15-17 сантиметров А зачем доращивать его до такого состояния? Посмотри, какой маленький корнишончик Елена Сергеевна Ну и, конечно же, вопрос сразу возникает в связи с огурцами Я знаю, что уже на протяжении нескольких лет Вы отдаете предпочтение ермаку И многие стали выращивать тоже ермак Ну вот, что бы вы еще выделили? Вот какие сорта, может быть, в этом году вы попробовали? И вот хотели бы поделиться с нашими телезрителями? Ну, Аня, вот в этом году у нас очень многое даже, ну, не знаю, какие сорта особенно порекомендовать Потому что их такое большое у нас количество Кто-то любит мелкопупырчатые Вот такие вот Кто-то любит вообще гладкие Приходят и говорят Нам гладкий помидор азамат Это дети любят, чтобы они были вообще без пупырышек Кто-то любит вот такое, если мелкопупырчатые, это династия Тоже можно порекомендовать А кто-то любит вообще букетного типа цветения Когда в одном из одного, допустим, узла идет 5-6, 3-4 Людям тоже очень интересно Поэтому очень большое разнообразие Столько новых сортов И очень много сортов в этом году мы проверили Они у нас уже и есть Но есть ли только хороший сорт Их очень мало надо садить растений Кто, допустим, к нам ходит Кто, с кем мы работаем Они говорят как Каждый год Ой, нет, мы уменьшаем Нам уже столько не надо Каждый год, допустим И перцы, и там баклажаны Но когда мы говорим о баклажанах Конечно, здесь проблема болезни баклажанов Баклажаны очень сложно выразить Мы тоже стараемся проверить те баклажаны Которые не болеют У нас в основном вот сорта испытания Ты же сколько Я знаю, вот в этом году мы смотрели Что у вас в открытом грунте Были прекрасные баклажаны И наши телезрители помнят, конечно, эту программу Как называется сорт? Вот мне больше всего нравится Как бы новых не было Эти уже баклажаны У нас несколько лет Это номерные Мы когда говорим про баклажаны То самое главное Чтобы они не были горькие Вот говорят, баклажаны Надо вывачивать в соли Не надо Нарезал и на сковородочку Елена Сергеевна Ну я, конечно же, не могу не спросить у вас Я сейчас обратила внимание, что здесь вот наверху есть перчик Интересная засолка Расскажите рецепт Потому что у вас и огурцы, и томаты Это какое-то, ну правда, очень вкусно все Расскажите, как вы солите Понимаешь, Аня Нам самое главное Чтобы они хорошо хранились Чтобы сохранить их качество Для этого что мы делаем? Мы должны Вот мы положили помидорчики Огурчики Во-первых, мы стараемся как? С грядки сняли И тут же в баночку Тогда они не теряют своего качества Закладываем туда по желанию Там и горький перец И, может быть, чеснок Какие-то Укроп Обязательно у нас Ну, можно листик смородины взять И два раза Заливаем кипятком То есть, вот Залили кипятком Слили Там проходит 5-10 минут Опять заливаем кипятком А в это время Готовим Рассол На 1 литр воды 50 грамм Соли И 100 грамм сахара Слили Залили Опять кипятком На каждую баночку Чайную ложечку Уксуса Закрутили Перевернули И оставили Все Спасибо, Лена Сергеевна Ну и, конечно же, я не могу Не спросить в нашей Вот этой волшебной корзинке Даров Есть вот такое растение Я хотела спросить, что за алоэ Но понимаю, что это Лук на самом деле Только что за сорт, Лена Сергеевна Уникальный какой-то Аня, лук Это лук поры Вырастить, Аня, его несложно Сложность в чем? Что вот этот лук Имеет очень большой Вегетационный период То есть его выращивать Надо только из рассады И только ранние сорта Вот из ранних сортов Лучше, чем колампус Я не знаю, у него самый маленький Вегетационный период Мы пробовали очень большое количество Сортов лука Который у нас не успевает Поэтому Надо обязательно Примерно уже в марте Посеять на рассаду Тогда мы сможем вырастить Вот этот лук Вот сейчас начинается Уже ажиотаж По семенам Многие волнуются, конечно Будут или не будут Семена Будем надеяться Будем надеяться Что они у нас Будут Но я бы советовала, конечно Приобретать хорошие семена Потому что Это урожай Ну я думаю, что приобрести их Наши садоводы знают где А если нет То могут написать вам В группу В телеграм-канал Который так и называется Лена Сергеевна Целютина Также вы можете звонить нам В редакцию Задавать свои вопросы А я напоминаю, что 5 ноября Наконец-то Стартует клуб Академия на грядках С лекцией Первая лекция Которая пройдет в Ангарске Во дворце культуры нефтехимика Уже 6 ноября В музее истории города Иркутска Также иркутяне Смогут приехать И послушать лекции И как раз первая лекция У нас будет про семена Где я буду очень подробно Рассказывать О семенах Их качество И урожайность Лена Сергеевна Ну спасибо вам огромное За эту передачу Спасибо за такие Советы и рецепты Сегодня, конечно Невероятно вкусной Получилась наша программа Спасибо, уважаемые телезрители Что смотрели и были с нами Также смотрите нас и на сайте Актистиви.ру Спасибо, Лена Сергеевна До свидания До свидания Уважаемые телезрители Но я советую вам это все попробовать И потом оценить С удовольствием Генеральный спонсор выпуска Ангарская птицефабрика Наша ангарская курочка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok